У нас есть вот эта вот самая точка, которая АВ, и у нас есть зелёные отрезки. Теперь надо понять, зелёные отрезки, они идут во все вершины или не во все? Ну, слушайте, господа, если в какую-то вершину зелёный отрезок не идёт, то тогда вообще можно эти два раза заменить на одно и ничего не изменится. Поэтому на самом деле зелёные отрезки идут во все вершины. Теперь надо разбираться с тем, в исходном графе, как были соединены точки АВ с вот этими точками. Понимаете, это граф, когда А и В превратились, вот, давайте, есть точка А, есть точка В и есть наш вот этот вот какой-то данный гель. Кстати, он уже маленький, кто его знает, это самый цикл. Тогда, если цикл состоит из трёх точек или из четырёх, я считаю, что это что-то здесь и так. Ну, такие графы мы и так знаем, какие планарные, какие нет, и это и есть те самые наши примеры, там, да, К5 и К3-3, это всё неинтересно. Считается, что цикл состоит более чем из четырёх точек. Отлично. Ну, вот смотрите, зелёный отрезок есть. Например, вот пусть для определённости эта вершина соединена с точкой А. Давайте подумаем, и так, пусть у меня есть точка С соединённая с точкой, это уже в исходном графике, вот в том, который наименьший, да, К4-4. Надо сейчас понять, может ли у нас, так, может ли у нас что, может, в общем, какие вершины соединены с точкой А, а какие вершины соединены с точкой Б. Так, предположим, что у нас есть ситуация, когда точка С соединена с А и с Б. Отлично. И предположим, что А или Б ещё с чем-нибудь соединены. Господа, как называется эта картинка? Хорошо. Поэтому, не может быть соединено, если А соединено, то Б не соединена. То есть, соединена только одна из этих точек. Уже счастье. Теперь, может ли так быть, что у нас вот так вот соединено? Тогда С и Д можно стянуть, и получится меньше. Б еще с чем соединено? Да. Ну, если получаем А, С и Д. Вот, точно. Если Б, оно тоже соединено ещё с чем-нибудь. Тогда у нас опять тета-кап. Победа? Победа. Победа. Хорошо. Значит, что у меня получается? Значит, Д соединено с Б, Е соединено с чем? Следующая точка соединена с Б. Где? С, А, Б, Д, Е, Э. Всё. И получили несчастный татуировок. В общем, ребята, это уже, понятно, такое доколачивание. Для того, чтобы у вас не было ощущения, что это всё не строго, я скажу вам следующее. 2005 год, журнал называется «Математическое просвещение», Аркадий Борисович Скопенков. Довольно скучно, но математически правильно. То есть, вот, там доказательства, вы увидите, что написано совсем в других терминах, но на самом деле, по сути, это оно. Просто я его пытался сказать максимально весело. Так вот, значит, просто, что называется, надо прочитать и проверить, что действительно там в скучных терминах, с разбором всех случаев, а не маханием руками, как я. Что, действительно, главное, я абсолютно, что называется, выдержал идею. То есть, ребята, никакого обмана по существу сейчас не было. И мне кажется, что теорема действительно просто замечательная. Просто замечательная, потому что, посмотрите, она длинная по доказательствам. Она действительно, что называется, тяжёлая. Тем не менее, вот удалось. То есть, было время, когда создатели учёные не могли понять, что же там такого напридумывали.